В эфире программа «Право слово» у микрофона Олег Кусов. У нас сегодня в гостях спортивный обозреватель Олег Винокуров. За спиной праздник хоккейный. Олег, и вы очень активно принимали участие в освещении хоккейных турниров, в частности, Переденства мира в Белоруссии. Вот вопрос, знаете, который мучает, я уверен, что мучает, меня лично точно, но еще и многих-многих-многих болельщиков. Почему не доверили сборную России тренеру, который выиграл чемпионат мира на Олимпиаде? Почему Олег Знарок не был главным тренером в Сочи? Как вы считаете? Ну, это сложный вопрос, ведь все-таки Знарок же выиграл чемпионат мира после того, как заменил Зина Дулыбеля или Зинова. Ну, понимаете, как тоже снимать тренера перед Олимпиадой. Но все-таки мы понимаем, что мерило всего в хоккее. Это Олимпиада, но это как чемпионат мира по футболу, который раз в 4 года проходит. В хоккее, конечно, чемпионаты мира проводятся каждый год, в том числе и в олимпийский даже сезон, вот как сейчас. И это несколько, ну, девальвирует просто ценность этого турнира. Хотя, ну, мы понимаем, что любой турнир, он ценен сам по себе. Вот ты приехал, ты должен его выиграть. Выиграл – молодец, не выиграл – не молодец. Хотя, в принципе, к поражениям на чемпионате в чемпионатах мира легче с этими поражениями смириться публике. Но, ну, ну, а как было делать? Зинтону Белядинова взяли, естественно, на олимпийский цикл. Началось все хорошо, он выиграл чемпионат мира. В 2012-м году? Да, потом проиграл. А 13-й? Да, 13-й проиграл. Ну, ну, как вот здесь метаться. Ну, понимаете, я, ну, я как бы тоже не сторонник того, что нужно сразу быстро там принимать какие-то решения. Тем более, что, ну, я уверен, это слишком, олимпиада все-таки это слишком такое серьезное дело, чтобы знарок... А когда его надо было назначать? Значит, его надо было назначать, ну, сразу после чемпионата мира, чтобы, предположим, год... Я думаю, даже раньше, после поражения сборной Франции, 9-го мая, 1-2. А, сразу по ходу, по ходу чемпионата уже. Я уверен, я бы так поступил на месте третьяка. Ну, нет, ну, все-таки это дело, ну, слишком серьезное, понимаете, в спорте. Ну, это слишком серьезно, чтобы вот так вот можно было с кондачка. Ну, я не знаю, ну, понимаете, можно сравнивать с какими-то другими там ситуациями, когда можно что-то исправить? Я не знаю, попросил кого-нибудь плитку себе в ванной положить? Смотришь, человек что-то не то лепит. А, давай, другой сделай. Быстро сколотил плитку и положил по новой. Ее оказалось хорошо. Все, вот молодец. Ну, здесь все-таки не так. Строительство команды — это другое дело. Это такой процесс. Если уж ты доверился тренеру, ну, значит, жди, но как получится, не получится. Ну, а что делать? С нарку удалось же построить команду, да, Занис и Камейсов? Да, 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 Занис, но это все равно не та команда, которая должна выиграть Олимпиаду. Это команда, которая сумела успешно решить локальную задачу, выиграть чемпионат мира. Чемпионат мира специфический. Я не хочу принизить, естественно, принизить достижения сборной России под руководством Олега Знарка, разумеется. Но все-таки мы понимаем, что это чемпионат мира, который проводился после Олимпиады. Североамериканские команды были не те, да? Североамериканские, само собой. Да и во многих европейских были не те. Очень много людей, которые устали после сезона. У шведов там 20 человек отказались по тем или иным причинам приезжать в сборную. Ну, таких много. Но, впрочем, не будем. Понимаете, это частности. Не важно, это частности. У Знарка была задача выиграть турнир. Быстро, в течение месяца там практически создать команду для решения этой локальной задачи. Все, молодец. Решил, отлично. Но дальше надо двигаться. И, естественно, это не та команда, как я уже сказал, которая должна будет через 4 года выиграть Олимпиаду. Где там? В Корее она будет. Очень много еще предстоит работы. Получится, не получится. Ну, кто сейчас скажет? За это время еще будут 2-3 чемпионата мира. 3 чемпионата мира. Что, их все выиграет Россия? Да и нет, наверное. Ну, и что надо будет? Какие надо будет делать выводы? Сразу Орг выводы, как только не выиграет. Что мы должны требовать, чтобы все чемпионаты мира бессменно сборной России была чемпионом? Да такого, наверное, не получится. Такое невозможно. Ну, доверились, значит, доверились. Ну, все, а что же теперь делать? Нас не догонишь. Мы хотим, чтобы каждый год сборная Советского Союза. Это все хотят. Вот именно. А вам сборная России понравилась Белоруссия на чемпионате? И чем, если понравилась? Ну, а... Главная черта. Сборная России, сборная России, это была вот такая типичная команда Знарка, которого мы знаем по клубной работе. Ну, он, между прочим, и сборную Латвии тоже тренировал в свое время. И, в общем, ну, у него все построено на, скажем так, ну, на игре на высшем эмоциональном и физическом уровне. То есть это команда, которая, он, конечно, прекрасный мотиватор, как все говорят, и очень здорово может в короткие сроки, скажем так, натаскать игроков, подтянуть их физические кондиции, добиться от них максимальной отдачи. И вот в этом плане команда, конечно, была вот таким единым целым, единым таким коллективом, вот в отсутствии которого довольно часто как раз наших спортсменов и обвиняют. Не только хоккеистов, но иногда и футболистов, ну, по ситуации. Вот в отсутствии этого единого коллектива. Как было, например, на той же Олимпиаде как-то вот, ну, люди любят такие образы какие-то. Вот не было каких-то горящих глаз, не было там чего-то такого сверхусилий каких-то, стремлений выложиться вот. Вот этого на Олимпиаде не было. Из-за этого якобы проиграли. Я не знаю, из-за этого или не из-за этого, я думаю, что все-таки еще просто есть такие понятия, как уровень мастерства в целом, который не всегда можно компенсировать, недостаток мастерства, там, горящими глазами. Ну, это уже, это уже условно. С другой стороны, без горящих глаз и мастерство трудно продемонстрировать порой. В общем, наверное, истина, как всегда, где-то посередине, правые те и эти. Но вот факт тот, что сейчас на чемпионате мира в Минске вот сборная России предстала единым монолитным коллективом, где каждый из-за себя, из-за того парня, где все бьются, все объединены общей целью, все знают, что им надо делать на площадке, в какой момент, и все это делают. И вот это, с точки зрения именно вот построения команды, это самое важное. Хватит, конечно, этого не хватит, только этого не хватит для победы на Олимпиаде, где будет совершенно другой уровень. Да и потом мы не знаем, что будет и кто будет в той команде, кто из нынешних игроков сохранится, кто закончит, не закончит, там, ну, травмы, не травмы, но малые проблемы. Вот, естественно, этого мы не знаем, но то, что знарок в состоянии очень быстро такую команду объединить, собрать, объединить, сплотить, это мы уже знаем, и это большой плюс. Ну, а дальше уже, ну, то только жизнь покажет. Мне кажется, я с целым сейчас база неплохая у российского хоккея. И все стороны, допустим, принца КХЛ, и вот, например, европейские переносы, я живя в Праге, смотрел и чешский чемпионат, и КХЛ, Лев Прага, довольно-таки высокий уровень у КХЛ. Это бесспорно. Создание КХЛ, оно, конечно, подняло на новый уровень наш хоккей, ну, теперь уже не поймешь, наш не наш, потому что уже восемь стран вовлечены. Естественно, естественно, это понятно, но как понятно то, что с НХЛ все равно не сравнится сейчас пока. НХЛ все равно, как была лучшей лигой в мире, сильнейшей, так она и остается. Ну, здесь же не вопрос конкурировать, тут же нет каких-то там, как в футболе, еврокубков там или чего-то, каких-то турниров. Тут не надо конкурировать с НХЛ, надо делать свое дело, и континентальная хоккейная лига это дело делает. Ну, лучше, хуже, но, по-моему, вполне нормально, хорошо, в общем, все развивается. База действительно есть, база есть. Так что, ну, это, я думаю, максимум, о чем можно на данном этапе мечтать. Ну, это уже есть, уже даже не мечты. А вы были в Беларуси, наверное, на первенстве? Да, да, конечно. Как вам, как вы оцениваете организацию турнира? Ну, очень хорошо. Вообще, в принципе, ну, все было хорошо. Ну, мы уже в последнее время привыкли, так сказать, утомляют немного меры безопасности. Вот, там многоступенчатые вот эти, там, кордоны, тут досматривают, там досматривают. Ну, это данность, которая, ну, которая на чемпионатах мира по футболу тоже, естественно, имеет место. Ну, в таком мире живем. С этим можно смириться. Надо просто всегда держать в голове, что нужно заранее куда-то приходить, сильно заранее, потому что очереди на всяких, там, досмотры и прочее. Ну, вот, это нормально. Но, в целом, организация, конечно, была очень хорошая, и публика белорусская, у меня даже один белорусский коллега сказал, я, говорит, так удивлен, я думал, белорусы такая вообще какая-то инертная нация. Мы как-то, я не знал, что наши могут вот так, такую поддержку бурную на трибунах оказывать. А там же действительно, там все забитые были, на всех матчах были забиты трибуны. Белорусы прекрасным образом делились, там, когда, я не знаю, играла Франция с Италией, они тут же тех, эти морали, приветствовали эти голы, те голы приветствовали. В общем, все, все команды чувствовали себя в отличной, в отличной атмосфере. Ну, что как раз для чемпионата мира, это в целом проблема, потому что, ну, вот о чем мы говорили, что слишком часто они проводятся каждый год, и уже, в общем-то, поднадоели. Вот в последнее время в Швеции и Финляндии проводились два подряд чемпионата. Да, да. Не там место финала. Ну, да, финал там, один раз тут, другой раз тут, и, конечно, вот я там тоже был, там были полупустые трибуны. Если бы не российские и там латвийские болельщики, то вообще не понимаю, кто бы тогда был на трибунах. Там, конечно, была совсем другая обстановка, и местные говорили, ну, поднаедоедает нам это. Ну, слишком часто это проводится. Белоруссия выручила. Белоруссия никаких по этому поводу проблем. Все забито всегда. Отличная обстановка на трибунах. В общем, все было хорошо. Ну, организация на уровне очень хорошей арены. Ну, Минск арена уже не первый год, естественно, мы ее знаем. Одна из крупнейших в КХЛ. Да, да, на которой Динамо играет. Вот сейчас была построена арена в Чижовке тоже. Чижовка арена тоже великолепная. Ну, по этой части все отлично было. Первого марта я был проездом в Минске, и вечером с удивлением гостиницы слышал выстрелы. Я тоже удивился, поскольку Минск это очень довольно-таки такой стабильный город. Вообще, Белоруссия страна довольно-таки избавлена от этих проблем. Ну, да. Ну, быстро звучали все больше, все дольше и дольше, и я уже подумал, что оказался в эпицентре какого-то неприятного события. Через полчаса нам по телевидению в новостях рассказали, что это были тренировочные антитеррористические занятия на Чижовке арене, на которых присутствовали руководящий состав страны, и отрабатывались различные мероприятия по локализации терактов, болельщиков, драктов и так далее. То есть, готовилась, готовилась страна еще, видите, в марте, напугала меня, как... Вот видите, недавно я сейчас где-то в новостях видел, что отчитались там руководители правоохранительных органов о том, что была предотвращена попытка теракта, оказывается, во время Чемпионата мира. Ну, я уж не знаю, так ли это, или они просто, ну, решили придать значимости в своей работе, ну, я уж не могу судить. Тем не менее, вот так по новостям прошло, что они отчитались перед руководством страны, что была предотвращена попытка теракта. Ну, если это действительно так, ну, слава богу, молодцы. Спасибо большое, что у нас был в гостях спортивный обозреватель Олег Винокуров. Смотрите «Футбол в Бразилии» и вспоминайте то, о чем вам сегодня говорил Олег Винокуров. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!